В эфире информационный выпуск Слуцк ТВ. Время новостей. В студии Ирина Вечер. Здравствуйте. Уже неделю главная тема для всех – события в Украине. Возможно, очень скоро состоится второй раунд переговоров. Не исключено, что в случае успешного продолжения переговорного процесса станет возможной встреча президентов Украины и России. Надеемся на благоразумие и скорое прекращение огня. В Беларуси 27 февраля прошел республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. За изменения основного закона проголосовали 82,86% от принявших участие в голосовании, заявил председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко. За предыдущие сутки в Беларуси зарегистрировано 1527 заболевших коронавирусом. Минздрав рассчитывает, что эта волна COVID-19 будет в последней формате пандемии. Министр здравоохранения Дмитрий Пеневич отметил, что все же на хвосте любой эпидемии количество тяжелых случаев может сохраняться, поэтому по-прежнему нужно соблюдать все меры осторожности. Министр здравоохранения также выразил надежду, что осенью мы уже будем видеть обычный эпидемический подъем. Коронавирусная эпидемия станет сезонной. Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией в Беларуси был зарегистрирован два года назад. Реакция может развиться в тарифе. Но, скорее всего, никаким образом вы не проверите, потому что ни одна лаборатория вам не даст достоверного результата по этому вопросу. Дело в том, что реакция может развиться вторично на введенный какой-то препарат. А раз вы вводите вакцину первично, то реакции не должно быть. Кроме того, на любую антиген окружающей среды, в том числе лекарственный препарат и даже дистиллированную воду, и даже хочу сказать, что преднизолон, препарат гормональный, который помогает нивелировать аллергические реакции, тоже может дать анафилоксию. Поэтому тут все абсолютно непредсказуемо. Каждый человек индивидуален, и ответ его иммунной системы тоже индивидуален. Поэтому, повторюсь, обязательно присутствуйте после введения вакцины полчаса под кабинетом. Да, конечно, несомненно, нужно в настоящее время. Большинство специалистов авторитетных подтверждается такого мнения, что наличие антител не свидетельствует о том, что все антитела именно являются нейтрализующими. Это раз. Во-вторых, нет единого мнения, какой должен быть защитный уровень антител. Это два. В-третьих, вирус меняется, и уровень антител в отношении, чтобы защитить от одного варианта и от другого варианта, который может появиться, будет совершенно разным. Поэтому вакцинация и наличие антител, это не является противопоказанием либо для вакцинации. Абсолютное первое место и диплом первой степени. Одиннадцатиклассница средней школы номер 11 Анна Лихтар отлично выступила на заключительном этапе 26-го республиканского конкурса работы следовательского характера учащихся, который прошел 25 февраля. У Егора Жарского диплом второй степени по информатике. Ребята продолжили традицию лидерства Слудского района. Пять лет подряд ученики Владимира Жука были победителями конкурса. Это Владислав Гадалов, Ян Шляхов, Артур Цирикович и Анастасия Кривления. В прошлом году Александр Хатько и Александр Романеня получили диплом третьей степени. И вот снова наши с победой. Молодцы, их учитель гордится ими. Началась масленичная неделя. Вряд ли сейчас кто-то придерживается всех традиций, но вот солнышки блины точно будут в каждом доме. В Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации учащихся учились печь блины. А вместе с волонтерами отряда «Ровесник» Слудского сельхозлицея ребята провожали зиму, встречали весну. Учащиеся Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации к масленице готовятся заранее, узнают о празднике, традициях. Подготовки и проведения принимают участие волонтеры отряда «Ровесник» Слудского государственного сельскохозяйственного профессионального лицея. Здравствуйте, ребята дорогие, маленькие и большие. Сегодня разомнем мы кости, потому что масленица спешит к нам в гости. Все повеселимся, в играх, в плясках закружимся. Здравствуйте, всем привет! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Да и за руку нужно здороваться. Праздник нас обет, мы танцуем, на упаду встанет на работ, масли запретет. Будем рады, очень рады. Владислав Филанович считает, что волонтерство – это реальная помощь. А положительная энергетика передается друг другу по цепочке, и это здорово. Как я уже поступил, заведение свое, я уже стал волонтером. Так как я посчитал это добрым делом, помогать людям, это же верное решение, это помощь. Так как и себе позитив приятный, и людям, и обществу. Ну и сегодня мы приехали в это прекрасное заведение к деткам. Мы их решили порадовать, так как накануне маслица, праздник. Это очень веселый праздник, и мы хотели подарить позитив ребятам. Деткам очень понравилось, улыбались, все интересно. Нам также очень интересно даже было пообщаться с такими детками. Избушка-то на кулых ножках, да соснуется хамбель вес. Кто в избушечке живет, песню громкую поет. Там у бабушка и га, кустяная нога. А ну все горы! Моцы какие, а? Ну еще раз. Волонтеры отряда «Ровесник» – частые гости в центре. Проводят для детей с особенностями психофизического развития совместные мероприятия. Дарят им внимание и заботу, которые никогда не бывают лишними. Уважаемые волонтеры, вы не просто доброе сердце, да? Вы друзья частые для наших детей. Мы всегда с нетерпением вас ждем. И очень рады вместе с вами сегодня печь блины и встречать красавицу весну. Так что вручаю вам благодарность. А мы просто пробуем с пылу, с жару. Вы блины мои съедайте, да хвалить не забывайте. Так, зиму мы проводили и блинами угостили. Пусть будет солнечная весна, подарит радость всем она. Ну а теперь будем блинами угощаться. До новых встреч, ребята. Приглашаем вас на мастер-крас по выпечке блинов. Нет, давай вот так смотри. Так, подожди, давай. Переворачивай, 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 переворачивай. Вот так, молодец. Так, теперь смотри, надо вот нам с тобой вот так сделать. И все блинчики переворачивай. Ой, какой ты умница. Да. Только смотри, ручку не обожги, потому что горячо, хорошо? Пахнут блины. Пахнут? Ну, конечно, пахнут. Все снимай. Бери аккуратненько, смотри, вот так. И ложи вот так, аккуратно сюда, хорошо? Снимай. Ну а празднование Масленицы продолжили приготовлением блинов и чаепитием, а затем играми на свежем воздухе. В феврале в средней школе номер 6 состоялся Сретенский бал. Участники и гости окунулись в трепетную атмосферу времен галантных кавалеров и утонченных дам. Для кого-то это был волнительный первый бал, а для кого-то уже юбилейный пятый. Красивые пары, головокружительный вальс, стремительная полька, грациозный полонез, присутствовавшие наверняка испытали огромное удовольствие. А сейчас о новостях спорта. Легкоатлеты Слуцкой из Дюшор завоевали 5 золотых и 2 серебряные медали на областных соревнованиях по легкоатлетическому троеборью. Соревнования прошли в Узде 25 февраля. Победителей определяли по сумме результатов в трех видах. Бег с барьерами, толкание ядра, прыжок в длину. Стартовал второй круг чемпионата Слуцка по мини-футболу. Два прошедших тура упрочили лидерство «Атлетика». Теперь в Слуцк «Сахар» и «Викинги» отстали на 8 очков. Еще чуть дальше – «Киф» и «МФК «Славяне». Следующие туры пройдут в спортшколе 5, 6 и 7 марта. Спортивный футбольный клуб «Слуцк» провел 27 февраля товарищеский матч с футбольным клубом «Минск». Победителя противостояния с горожанами не выявило. Безголевая ничья – 0-0. Слова Штур football Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Всем добра и мира!